Привет всем чужим, с вами Кентек. Aliens Fire Team, что переводится как Чужие Огненное Время. И лучше бы вам не сомневаться в моих познаниях английского языка, а иначе в бан полетите. Да-да, я знаю, что в англ я не силен, но прошу прощения, эльфийскому не обучен. Ну ладно, перейду к сути дела. Вот вы знаете, что такое ирония? Ирония это когда ты выкладываешь разбор трейлера игры про пожарную команду, а разработчики этой самой игры выкладывают 25 минут геймплея. И в эту секунду у тебя начинается легкая паника. Ты начинаешь думать, а вдруг все, что я сказал в разборе, будет не к месту в геймплее. И все ошибки, которые я там обнаружил, в геймплейном ролике будут уже исправлены. И с облегчением обнаруживаешь, ну как, не с облегчением, но вы поняли, что нет, ничего не исправлено. И твое видео по-прежнему актуально. Окей, ну раз ничего не исправлено, то зачем мне об этом говорить? И так ведь все понятно. Ну потому что хотите верьте, хотите нет. Но все гораздо хуже, чем казалось на первый взгляд. И чтоб вы понимали, я так сказать, для разогрева, решил рассказать вам об парочке таких проблем. Это, конечно, опять-таки все супер мелкие придирки. Но, во-первых, как я уже говорил, это иллюстрирует то, какие разработчики фанаты. Во-вторых, как сильно они стараются. В-третьих, думаю, это вас повеселит, ибо на первый раз это реально охренительно сильно повеселило меня. Разработчики закодили свет от фонаря. Это круто, молодцы, но забыли замоделить сами фонарики. Как быть? Скинчики у нас в игре тоже присутствуют. Не розовые, конечно, но оранжевые. Но вы ведь понимаете, что за ваш донат любой каприз. И розовенькие цвета будут вам доступны. Это ведь колониальные морпехи, мать вашу, а не маленькие девочки. Да, кстати, Эбби из The Last of Us бесит. Окей. Я уже слышу крики презрения и недовольства. Опять я доебываюсь до мелочей. И сколько бы раз я не говорил, что одна проебанная мелочь это нормально. Но когда их сто, это огромный комок проблем, который невозможно игнорировать. Но меня не хотят слушать. Ладно, давайте забьем на этот комок и перейдем к чему-то реально хреновому. К большим, так сказать, проблемам. А рассказать мне есть о чем. Забудьте все, что я до этого говорил. Можно играть в игру с огромными комками проблем. Можно играть в игру, если вся она забагованная. Можно играть в игру, которая забивает на каноны первоисточника. Можно играть в игру, даже если в ней вся анимация просто просрана. Это будет трудно, но это возможно. Но невозможно играть в скучную игру. Ибо геймплей превращается в пытку. И вот что я в ней увидел. 25 минут. Отборнейшей скуки. Блин, это уже даже не смешно. Оба наших ролика, мало того, что вышли буквально минута в минуту, так они еще и по времени почти идентичны. Оба наших ролика идут по 25 минут. В секундах проеб, но минимальный. Просто хотел, чтобы вы знали. Окей, почему же я считаю эту игру и ее концепцию просто скучным куском говна, спросите вы? Ну, во-первых, это самый часто встречающийся жанр. Со времен Left 4 Dead прошло 13 лет. Ну или сколько там. И кто-то до сих пор пилит такие шутеры пачками. Не верите? Ну давайте по порядку. Думаю, достаточно. Таких игр слишком много. Рынок слишком сильно ими наводнен. Это самая часто встречающаяся концепция в онлайн шутерах. Ну не заебала ли она вас? Лично меня пиздец, как уже заебала. И причем даже тут разработчики не смогли дать нам что-нибудь новое. Казалось бы, почему бы не сделать так, чтобы у нас, условно говоря, была открытая большая карта. И задача пройти из точки А в точку Б. И как вы это сделаете? Зависит от вас и вашей команды. Можете по канализациям пройти, через жилой сектор взламывая двери, или просто снаружи колонии. Количество патронов у вас ограничено. И просто бежать на шару не получится. Придется также немного стелсить, не попадаясь чужим на глаза. Я, конечно, понимаю, что все, что я сейчас сказал, это уже не что-то новое. Но у Maruman Hell, например, была вся про это. Но согласитесь, это гораздо интереснее, чем бесконечный коридор с бесконечным числом чужих в нем. Я просто не понимаю, как кто-то может защищать эту игру после 25-минутного геймплейного ролика. Нам же просто подсунули игру, в которую мы играем уже с 2008 года. Какого хера? Разумеется, это не все огромные проблемы, сразу бросающиеся в глаза. Лично меня просто взбесил интерфейс. Аааа, господи, этот интерфейс. Я не знаю, о чем думали разработчики сие божественного индикатора лобового стекла. Но это посредственно. Забудьте за достающийся датчик движения. Теперь он у нас прилип к экрану. Как в играх по чужому 90-х годов. А если вы мне сейчас скажете, что с видом от третьего лица было бы не слишком удобно смотреть за датчиком движения в руках, то у меня к вам встречный вопрос. Какого хера это вообще шутер от третьего лица? Но больше всего меня бесят появляющиеся над убитыми врагами кресты. Которые есть во всех шутерах. Разница лишь только в том, что в нормальных шутерах это не раздражает. Потому что там этот крест мало того, что появляется вокруг прицела, так он еще обычно и довольно маленький. Но тут эта широкая гигантская херота, занимающая слишком много места на экране и перегружающая ваши глаза. О чем они думали? Эта срань отвлекает на себя слишком много внимания. О, вы мне хотите сообщить жизненно важную информацию, что этот малютка-чужик, не представляющий для игрока совершенно никакой опасности, мертв? Спасибо. Спасибо большое. Даже не знаю, что бы я делал без этой информации. Все, что я видел в этом 25-минутном геймплее, это просто 25 минут скуки. Мне не нужно пробовать говно на вкус, чтобы понять, что это говно. Особенно, когда это говно характерно выглядит и пахнет. И я могу еще понять претензии к моим словам о багах. Так, отдаленно, но могу. Несмотря на то, что надпись, мол, мы все поправим, в 90% случаев просто врет, но все же отдаленно я могу понять претензии к своему прошлому ролику. Но все претензии, которые я выше оговорил, их уже невозможно спрятать за эту надпись. Потому что, чтобы исправить настолько унылый геймплей, это нужно с нуля переделывать всю игру. За что, разумеется, никто не возьмется. Деньги на разработку уже потрачены. А значит, каким бы этот продукт не был, он должен хотя бы частично отбить затраченные на него средства. Конечно, в первую очередь в настолько унылой и бездушной стрелялке виноваты не разработчики. А тот, кто их нанимал, а именно 20-й век Фокс. Если вы не в курсе, то права на игры по-чужому все еще принадлежат им. И вот их, так сказать, подарок нам, фанатам напоследок. Спасибо, Фоксы. Спасибо. Ну что ж, для самых упертых и недовольных я закончил. Теперь позвольте мне снова перейти к дайбону до мелочей для своих подписчиков. Опять-таки, повторяю. Нет ничего плохого в одной просранной мелочи. Но если просрано мелочей слишком много, то это большой комок проблем, которые невозможно игнорировать. Я уже говорил вам об отсутствии фонариков, но при этом свет откуда-то идет. Уже говорил вам о розовых скинчиках, в нашем случае оранжевых. Да и Эбби из The Last of Us я задел. Но далее вещи будут просто бесящие лично меня. Во-первых, чужой это у нас приземленный ретро-футуризм. И я уже говорил, что со всеми этими лампочками это просто проеб по стилистике. Но телепортирование прямо на плечо солдатам оборудования это, блять, просто катастрофа. Стилистики чужого в игре нет. И я понимаю, что мне скажут, что это игровая условность. Нет, это костыль. Так не должно быть. Разработчики, вы ведь фанаты вселенной. Как вы могли так проебаться? Я идиот. И то додумался бы сделать так, чтобы игроки, эти убогие мини-турели, просто бы находили на уровне. Но телепортировать их, это просто катастрофически режет глаз. Забивает гвоздь в крышку гроба всего ретро-футуризма чужих. Долбанная наплечная базука. Блять, вот вы нахуй серьезно? У меня такое чувство, что создатели на самом деле изначально вообще хотели сделать арена-шутер по типу овервотч или что-то подобное. Знаете, почему фильм «Чужой» и «Чужие» так хороши? Потому что они очень реалистичные. Ты банально веришь в этот мир и веришь всему происходящему. Перед тобой абсолютно реалистичные солдаты. Перед тобой абсолютно реалистичные дальнобойщики. Реальные люди, которые просто попали в крайне нестандартную ситуацию. И другие разработчики игр изо всех сил старались это подчеркнуть. Потому что если зритель или игрок не верит в происходящее на экране, то магия вселенной на нем просто не сработает. Именно поэтому М41А так всем и запомнилась. Потому что это реальное оружие, которое реально может стрелять и которое реально может убить. Его делали реальные оружейники. Именно поэтому всем так запомнился антураж Настрома. Это реально отстроенные декорации. Реалистичность вселенной это один из главных ее плюсов. Но разработчики этой игры просто этого не поняли. Я дико сомневаюсь, что они вообще знакомы с первоисточником. И вот эти вот их слова, какие они фанаты. Это просто бросание лапши на уши. Все, что я говорил в своем прошлом ролике, актуально и в 25-минутном геймплее. Чужие все так же бегают по воздуху. И теперь это явно видно. Искусственный интеллект все так же тупит и пропадает. Это уже не должно вас удивлять. Но знаете что? Признаю. На одном из моментов игра смогла удивить меня. И я даже подумал, что разработчики, ну вроде бы как, реально стараются. Просто у них не хватает опыта. Но вот у нас относительно классический чужой из второго фильма. Воин. И он относительно опасен. Вот у нас есть чужой из первого фильма. И если в него пострелять, то он резко запрыгивает в вентиляцию и пытается ударить из тени. Но! Вот казалось бы, как можно испортить двух реально опасных ксеноморфов? Очень просто. Сделать их ничтожно слабыми. Воин охренительно туп и двигается просто отвратительно. Хотя первый раз он появляется, ну просто охренеть, как пафосно. А чужой из первого фильма, Трутень, просто ничтожно слаб. И еда тоже туп. Да и двигается как говно. Вот казалось бы, представьте себе такую ситуацию. На вас наваливается трехсот килограммовый чужой. Что с вами будет? Он вас в пюре замешает. Но не в игре. В игре у нас чужие раздают лещей. Эх, боже, как можно пережить настолько чудовищно мощный удар? У чужого в одной только руке сила двух медведей. Даже в каловых морпехах чужой, если наваливался на человека, то тот был уже трупом. Еще немного поговорим о чужих. Помните, я сказал, что самая жалкая пародия на чужого в игре ЧПХ-2010? А все потому, что там можно чужого прикладом автомата отпинать. А как вам такое? Чужой вздыхает от удара кулака в ебальник! 300 килограмм долбанного живого металла, товарищи! Удар кулаком и пиздец, кремний треснул! Удивлен, что это не Эбби его огрело. Окей, я уже задел, пожалуй, все, что хотел. Теперь давайте перейдем к выводу. Эта игра не куча козлиной блевоты, но она посредственна. Она даже и не пытается. Вот какой аспект не задень? Все посредственно. Интерьер посредственный. Анимация посредственна. Интерфейс посредственный. Чужие посредственны. Геймплей тоже посредственный. Все! Сама игра просто посредственность. Возможно, кому-то, вспоминая свое прошлое видео по этой игре, может показаться, что я считаю эту игру куском говна и хуже каловых морпехов. Это не так. Нет ничего хуже колонии Маринс. Но эта игра не так уж и далеко от нее ушла. Вселенная Чужого – это одна из величайших кинофраншиз. И игры по этой вселенной я бы хотел как минимум хорошими. Вообще, я бы хотел, чтобы все игры были как минимум хорошими. Но, как вы понимаете, мы не всегда получаем то, чего хотим. Ждешь 6,5 лет, почти 7 продолжения изоляции, а получаешь посредственный онлайновый шутан категории B. Печально все это. Не согласны с моим мнением? Приходите ко мне на стрим по ссылке в описании. Обсудим. На этом, пожалуй, у меня все. Комментируйте, оценивайте, подписывайтесь. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok